Слава Богу! Рубим, я тут точно есть! Слава Богу! Так что, сёстры, любые с сестры, с нами на связи Молдавия. С Украины большой привет! Молдавии солнечной, да, слава Богу! Здесь тоже солнышко у нас, вот, благодать такая. Так что, привет с Украины, Молдавии и с Молдавии, Украины тогда. Привет от Рубима! Слава Богу! Да, и прошу Господа о благословении. Вот, и кто подключился сейчас, благоставляю во имя Господне. Отец, благослови нас, потому что без Тебя, на самом деле, ничего не можем сделать доброго. Но с Тобой можем сделать всё. Благослови нас сегодняшним этим днём. Боже, пусть прославится имя Твое Святое. Пусть, Господь, слава имени Твоему, слава Иисусу Христу будет, Господи, в наших судьбах, в нашей жизни, в наших странах, народах. Во имя Господне, во имя Иисуса Христа. Благослови Молдавию, Господь, Боже Молдову. Благослови, Господь, Боже, братьев всех, люби вам, благослови его дом, благослови семью его, во имя Иисуса. Благослови, Господь, всех наших братьев и сестёр. Алексея Ивановича, благослови, Боже, во имя Иисуса Христа. Вот, если он подключился, то прям сейчас онлайн. Ольга Приветствую вас тоже Всем привет Благословений Господних И в Россию, и Белоруссию, и Молдову С Украины привет огромный всем Слава Богу Господь благослови нас Боже, и пусть прославится Твое святое имя Отец наш, сущий на небесах Да светится имя Твое Да придет царство Твое Да будет воля Твоя И на земле, как на небе Хлеб наш насущный дай нам на сей день И прости нам долги наши Как и мы прощаем должникам нашим Не веди нас в искушение, избавь нас от лукавого Ибо Твое есть царство И силы и слава Во веки, аминь Аминь Вот и Так что, дорогие Сестры, вот и кто Присутствует там онлайн Алексей Иванович здесь тоже может подключился Вот Ну, по крайней мере В записи потом, если что, посмотрит Но, надеюсь, все-таки подключился уже Вот И сегодня Ну как Молимся за Украину Сегодня Особенно молимся за Украину Потому что сегодня выборы Второй тур выборов Да в Украине Кто не знает, если Вот Но я думаю, что все Вот на постсоветском пространстве Не только украинцы Вообще В России Я не помню, сколько Говорили только по трансляции Вот Дебаты были Значит Порошенко-Зеленский Больше двух миллионов человек смотрело Представляете? Это только по дебатам Так вот они на стадион смотрели Трансляции Вот А потом Сколько людей посмотрели Представляете? То есть это Миллионы людей интересуются Всем этим Значит Там потом Молдави нам наверняка Ну, другим наверняка Да, значит Тоже интересуется Вот Значит Другие братья там, сестры Потому что здесь решается судьба Сейчас вот Не только Украины Вообще Постсоветского пространства всего Вот Молимся Поэтому Благоставляем Украину сегодня Благоставляем Во имя Господне Во имя Иисуса Христа Пусть Господь благоставит И здесь у меня Есть вот эти Пестопения Кстати Я же взял с собой Сегодня как раз Малярс Там парки Пиота Вот Вот эти вот Распечатки Так Так Вот Слава Богу Да Кто еще подойдет Как раз еще есть У меня Эти распечатки Вот Здесь Песнопения Как раз Вот Ну Символ веры С одной стороны Ну С обратной стороны Символ веры А так вот Молитва за Украину Духовный Церковный Гимн Украины Есть Государственный Гимн Украины Да А есть Духовный Гимн Украины Его называют Или церковный Гимн Украины Его часто Поют в церквях Вот Я значит Там На ютубе Я слышал Там Не знаю Там С разных Очень городов Ну В Киеве Там В Михайловском Ставе В Монастыре В Монастыре Пели Там Еще Где-то Записи Делали Очень Мне понравилось Вот У меня Даже На телефоне Даже Это Будильник У меня Каждый раз У меня В 4 утра Звонят Каким образом У меня Там Вот Это Гимн Только Там Без голоса А просто На бандурах Играют На бандурах Там Джусь По-моему Его зовут Вот этот Бандурист Известный Такой Вот И На бандуре Очень красиво Играет Ой Мне так Нравится Вообще Вот Так что У меня Уже С позаранку Молитва За Украину Идет На телефоне По крайней мере Точно Вот Помолимся Да Приветствую Да Кто Еще Подключился Тоже Помолитесь Вместе С нами Сегодня Молитесь За Украину Молитесь О духовном Пробуждении Украины Вот И Вот Мы поем Из такой Духовный Церковный Гимн Сегодня И потом Вот Вся земля И символ Верий Месте Скажут Да Аминь Боже Великий Единый Нам Украину Храни Воли 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 Святу Проминя Ти Осин Святом Святом Науки И Знания Нас Усих Просвяти В Чист Любовь Воли До краю Ти Нас Боже Зрости Молимось, Боже, единый нам в Украину храни. Всі свої ласки щедроти ти на руку свій зверни. Дай Йому волю, дай Йому долю, дай доброго світу щастя. Дай, Боже, народу і мноя, мноя літа. Амінь, 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 амінь. Дякую, Боже, благослови Господь сьогодні Україну Божию. І Боже, великий, единий нам в Украину храни. Амінь. Можете теж і сестер тут помолитися. Господи, благослови нас, Боже, благослови нашу сьогодні, Боже. Співайте Йому, храйте Йому, говоріть про всі чуди Його. Вся земля так довго на цей день чекала, Коли лине з неба чистий сильний дощ, Коли сонце правди порозгонить хмари, Коли пісню щастя заспіває хтось. І цей день нарешті до нас увірвався. Він приніс нам віру в світле майбутця. Через свого Сина, всемогутній Батько, Нам дарує ріки вічного життя, Ісусу слава, Ісусу слава. Лунає пісня над схилами Дніпра, Ісусу слава, Ісусу слава. Співає вільно Україна. Люди в України, підіймайте руки, Прославляйте Сина, Він єдиний Бог, Він своєю кров'ю розірвав кайтани, Він достоїн слави, Ісус Христос, Ісусу слава, Ісусу слава. Лунає пісня над схилами Дніпра, Ісусу слава, Ісусу слава. Співає вільно Україна. Ісусу слава навіки, навіки. Ісусу слава навіки, навіки. Ісусу слава навіки, навіки. Ісусу слава навіки, навіки. Спасиба, Господи, спасиба за все. Дякую тобі Боже. Благослови, Господь. І символ Вири. Вмість тоді... Можна, в принципі, і спеть. Тобто... Слухати і підпевати. Вірую. Шалом, Лія, да. Привєствую всіх. Шалом, Мір, всім. Благодать доумножиться. Вірую в Єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі всього видимого і невидимого. І в Єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого. Єдинородного, що від Отця народився перше всіх віків. Світло від світла Бога істинного, від Бога істинного. Рожденного, несотворенного, єдиносущного за цим, що через нього все сталося. Він для нас, людей, ради нашого спасіння зійшов з небес. І воплотився від Духа Святого і Діби Марії і став чоловіком. І розп'ятий був за нас при конці і в пилатці. І страштав, і був похований. І воскрес на третій день, як було написано. І возніся на небо і сидить праворуч оця. І знову прийде при славі судити живих і мертвих, і царству його не буде кінця. І в Духа Святого, Господа істинного і животворчого, що від Отця походить. Що йому за цим і сином однакове поклоніння і однакова слава, що говорив через пророків. В єдину святу соборну і апостольську церкву. Визнаю одне хрещення на відпущення війгів. Чекаю воскресенья мертвих, і життя буду чоловіку. Амінь. Амінь, амінь, амінь. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь, Бог Святой. Благостави нас. Благостави, Господь. Це собрання наше. Благостави, Боже. По богатой Своїй милости. Боже. Без Тебя нічого не можемо сделать, Господи. Но с Тобою действительно можемо сделать все. Благостави нас. Амінь. Благоставляємо Київ. Благоставляємо Україну. Во имя Ісуса Христа. Благоставляємо. Ну, і нас, всіх собравшихся. Будь Бог благоставит. І хто не змог бути сьогодні. Вот. Так що. Любе царство. Вот. Сьогоднішнє Воскресенье, оно так в церковно-традицій православній называется, как в верній, да? В верній на тіле. Пальмовая ще. Ну, в общем-то, в Греції там і в тех краях оно пальмово называется. Ну, у нас пальмов нет. Нет. Вот. Бананів тільки завозні. Це своїх. Пока ще не вирішують. Ну, у нас пальм нет. Ну, що єсть, то єсть. Майма таща майма. Верна у нас є. Верна. Верна у нас там. Вот. Но смысл такой, що, значит, вот как вот резали пальмові, эти ветви брали, да? Люди. В те времена. В те времена. Во времена Ісуса. Встречали. Встречали. Самое такое простое. Встречали героев, встречали там волководцев, там, что, значит, вот как бы это было, приветствие такое. Вот. Ну, Ісуса встречали так же. Вот. Да. Потому что молва уже была такая уже. Вот. Повсюду. Вот. И. Ну, кто понимал, кто не понимал, конечно, кто это. Ну. Да. Люди. Встречали. Многие ожидали Машираха Христа. Вот. Избавителя. Спасителя. Просто не знали, как он придет. Вот. Ну, у всех там были свои какие-то догадки. Ну, большинство думало, что он придет, как, ну, такой полководец, что ли. Вот. Потому что евреи были под гнетом. Вот. Вот. И. Израиль был не самостоятельный. Израиль был под властью этих римских, этих оккупантов. Вот. И. У многих было такое желание, конечно, чтобы он пришел Маширах, придет Христос. И спасет нас. Потому что. Ну. Ну. Доколе. Израиль будет в порабощении. Потому что. Ну. Летом за 200 до Христа. Только-только избавились от одних угнетателей. Там. Эти. Греко-сирийские были. Вот. Только. Вроде как зажили. У своей сторонцы. Значит. Вроде как запановали вроде. И опять пришли враги. И опять. Римные не уже пришли. И. Римский гнет был очень такой жесткий. Да. Вот. Но. Вот. Ждали избавителя. Каким он будет. Вот. Библию читаем. Там. Конечно. Чудно. А. С одной стороны. Говорится. О. Машехе. О Христе. С одной стороны. Говорится. Что он будет там кроткий. Там. И. Смиренный человек. Да. Значит. С другой стороны. Он там. Царь царей. Он там. Прославленный. То есть. Как бы. Пади разберись. Вот. Сейчас уже нам кое-что. И то много вопросов. Еще непонятных. Но. По крайней мере. Уже основные вещи. Уже мы как бы уже. Ну. Понимаем. Что к чему. Что было два пришествия получается. Вот. Первое пришествие Христа. Да. И второе пришествие Христа. То есть. Первое пришествие Христа. Это какое. Рождество. Да. Его. В образе раба. Смиренного. Да. И. Как там. Говорится. Не было. Ни вида. Ни величия. Таким словом. Значит. И он. Был. Поражен. На самом деле. Вот. Убит был. И. Воскрес. Вот. Но он сказал. Что мы в символе веры. Это. Исповедуем. Символ веры. Символ веры. Мы говорим. Снова придет. Здесь как написано. И. Знову. Приде. У слави. Судите живых и мертвых. И царство его не будет кинця. Получается. Вот это. Исповедание веры. Да. Что. Он снова придет. Судить живых и мертвых. И его царство не будет. Или там. В другом переводе. Нет. Его царства нет конца. Вот. Потому что его царство. Его королевство. Уже по сути началось. Просто оно сейчас. Оно. Таким. Неприметным образом. Как бы. Невидимым таким. Как бы. Образом. Но оно уже. Его царство. Это уже. Как бы. Уже. Вот. Потому что. Его царство. Ну. Это мы. Собственно. Его подданные. Вот. Хотя допустим. Ну. Королевство. Королевство. Как допустим. С чем сравнить это. Одним словом. Самого еще. Королевства. Как бы. Еще. Да. Но. Уже подданные. Уже есть. Уже. Вот. Вот. И. Поэтому. Мы ждем второго пришествия. Вот. Как он сказал. Потому что. Христос. Когда уходил. Он сказал. Что. Я с вами. Во все дни. Вот. Но. Во все дни. Вот. До скончания века. Вот. И. А потом. Интересно. Говорится. Что. Он. Придет. Вот. Таким же образом. Вот. Как ушел. Ангелы сказали. Ученикам. Которые. Ну. Прощались. С Иисусом. Вознесение. Вот. Здесь вот. Тоже. Исповедание. Это. Как бы. Такая. Библейское. Исповедание. Вознисься. На небо. И. Садыть. Проборучатся. Вот. Вознесся. Поднялся. В небеса. Вот. И. Когда. Ученики прощались с ним. То. Они. Понятно. Что. Вот. Ушел. Ушел. А. Когда вернется. Может. Сейчас. Вот. Сейчас. Через пять минут вернется. Вот. Может. Через час вернется. Вот. И. Интересно. Ангелы. Когда пришли. Они. Что. мужик. Галерийский. Что. Вы смотрите. Вот. Иисус. Ушел. И. Он таким же образом придет. Не ваше дело. Времена. Времена. Сроки. Знать. Все. Успокойтесь. Идите. В Иерусалим. И. Вот. Ждите. Обещанного от отца. Вот. То. Иисус обещал. Ждите. Дождетесь. Получится. Вот. И. Они ждали. После этого. Вот. Мы. День Пятидесятницы. Вспоминаем. Когда. Народная традиция. Называется. Троица. Когда. Сошел. Дух. Господний. Вот. Но. Мы ждем. Второе. Пришествие. Будет. Совсем другое. Вот. Оно будет совсем другое. Не как первое. Вообще. Вообще другое. Потому что первое. Оно было в образе раба. Больше. Да. Слуги. В образе. Вот. Простого смертного человека. В образе простого человека. Даже. Вот. Ничем. Там. Не выделяющегося. Не выдающегося. Потому что в Библии говорится о нем. Что не было в нем ни вида. Ни величия. Который привлекал бы нас к нему. Внешне. Понимаете ли. Вот. Сейчас я. Возьму. 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 Христа. Вот. Вот. Второе пришествие Христа. Оно будет совсем другим. Оно будет уже. Как там говорится. На облаках небесных. Уже. Будет уже. Как Царь. Как Воитель. Уже. Вот. И. Он уже. На коне. Уже. уже не на сленке, потому что, ну, осленок в то время, Иисус-то въехал-то на осленочке, да, значит, осленок это, ну, как сравнить, если с автопромом сравнить, ну, это вот, ну, вот, Ланос, допустим, дает, ну, такая, ну, скромная машинка такая, да, простая такая машинка, в принципе, как бы, да, вот, в Украине никого не удилишь Ланосом, да, значит, а вот если, допустим, какая-нибудь такая вот, какая-то такая, не знаю, эскалада, допустим, какая-нибудь там, или, ну, не знаю, как Бендли какая-то стоит, вот, одним словом, Иисус, первый раз Он въехал, получается, не совсем по-царски, как бы, вот, значит, на осленочке въехал, но опять-таки, как потом уже, мы теперь понимаем, уже задним числом-то, умны люди всегда, мы теперь уже понимаем, что это будет, и ученики потом это поняли, не сразу, может, поняли, но потом они уразумели, что это было бы исполнение пророчеств, потому что тоже в Ветхом Завете говорилось, что вот идет тебе царь кроткий, сидя на осленке, на осленке, сыне подъяремный, то есть, когда потом проанализировали, думаю, стоп, так это же исполнение пророчеств, то есть, понимаете, когда это все исполняется, ты, как бы, еще, как бы, это все не понимаешь, а потом уже, когда они уже спокойно, уже с Библией в руках, что называется, да, вот, поисследовали, они поняли, да, ученики, что действительно, и Дух Святой им стал напоминать потом эти места Писания, что это же было исполнение пророчеств, они не поняли, почему, вот, и довольно все как-то странно так произошло, что значит, что Иисус сказал, послал учеников и сказал, вот, там, увидите, вот, ослицу, осленка, вот, осленок еще совсем молодой, на нем еще никто не сидел даже еще, вот, а, Алексей Прошах написано, слава Иисусу Христу, а, отец Алексей смотрит нас, слава Богу, вот, я увидел теперь от вас сообщение, приветствую, витаю вас, слава Богу, слава Богу, приятно как-то. Там подключился Алексей Иванович, слава Богу, вот, и, значит, я рассказываю, как раз, вот, вошла нас, вспомнил-то, добрым словом, вот, осленочек, вот, значит, но самое интересное, вот, Иисус послал учеников, значит, и, значит, говорит им такие слова, что, вот, возьмете этого осленочка, ну, он был такой, вообще, нулевый еще, как говорится, да, в пакетах, то есть, прям с салона, что называется, на нем еще никто не сидел еще ни разу еще, даже толком-то, вот, значит, неоткатанный, вот, и говорит, вот, отвяжите его и приведите сюда, вот, значит, а если хозяева там что-то будут там протестовать, что-то выделывать ему, зачем отвязываете, то скажите, скажите такие, вот, пароль такой скажите, он надобен Господу, и все, я не знаю, что там было, вот, значит, представляю, как на стоянку приходит человек, значит, да, значит, открывает машину, а человек с покупками выходит, значит, ты что, мол, а он надобен Господу, а, ну, ладно, короче, тогда иди езжай, я как-нибудь в маршрутке доеду, не, ну, это чудно поначалу кажется, а, понимаете, когда, мы же не знаем всей этой истории, значит, наверняка что-то было вот у этих хозяев такое на сердце, что, ну, может, не знаю, как вот, может, как Иосифа, да, у Иосифа, допустим, у него там во сне было все, откровение там, то раз, значит, там, он там хотел, там, Марию, значит, узнал, что она, как, вагитная, да, беременна, вот, вот, они же еще и не жили, вот, вообще, они такого, еще такого, ну, как, помолвка, 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 как обручение сейчас называется, вот, какой бы там верующей ни был, значит, ну, как бы, значит, она, конечно, говорит, что Англ пришел, там, что-то, верующая, но не настолько, И Иосиф хотел отпустить ее Бог вот порог И во сне ему ангел пришел Во сне ему Почему-то не наяву, я не знаю Кому-то прямо наяву, допустим Марии прямо наяву, не во сне А ему прямо во сне И сказал, не бойся, Иосиф, сын Давидов Не бойся брать На самом деле Все так и есть А потом, когда болвы ушли, помните, тоже Иосифу И во сне ему тоже раз Опять-таки И говорят, бери младенца Матери его И беги, не просто куда глаза глядят А конкретно В Египет уходи Может в Сирию, может в другую страну Мало ли куда, допустим Потому что это все Римская империя Это в принципе все провинции были Куда убежать, мало ли куда Нет, именно беги в Египет Допустим, даже Бог показал маршрут ему Куда надо убежать ему Ну и все И он, другой человек проснулся бы Сказал бы, ну мало ли что Приснился, может поел что на ночь Слишком много, мало ли что Но Иосиф, он именно Каждой душе человеческой Бог имеет какой-то свой ключик К Иосифу через сны Может ему даже Я бы так вот Не дошло бы Вот так вот, как во сне Понимаете ли, у всех свое какое-то У всех своя душа какая-то Бог со всеми по-разному говорит Бывает И может с тем осленком Может тоже хозяином Я так предполагаю, может накануне сон был Допустим, мало ли что Этот осленок, он у вас там пасется Но как бы он надобен будет Господу Ну, не знаю Вот Но одним словом Ученики сказали И хозяева даже не протестовали Пожалуйста Забирайте осленка Надо же Вот Иисус въехал на осленки Вот Въехал просто Не как царь Понимаете ли Хотя Конечно Кто-то И конечно Огорчился Вот Потому что Ну, ожидали-то все-таки Как бы Ну, если избавитель Так уж Ну, он должен быть такой Очень яркий Ну, он приехал На осленки Кстати Иисус говорил Что Значит Интересная вещь такая Спустя сто лет После Иисуса Уже Да, спустя сто лет После Иисуса Был такой Лже-мессия Лже-христос был Лже-христос Как его Барковба О Барковба Вот он въехал в Иерусалим Именно на Там Дорогом Жеребце Вот Царском Понимаете ли Редкой породы Там все такое Прочее За него Вот сколько он весил Жеребец Столько золота За него добавилось Он вот такой был То есть Это Не просто даже Жеребец А такой Ну Конь такой Очень дорогой Породистый Вот на нем Въехал Как царь И даже Вышли его встречать Здесь-то Иисуса встречали Простые Люди В основном И дети А там Батюшки все Там в стороночке стояли И даже наоборот Они говорили Учитель Запретить детям кричать Так что они кричат Здесь Пускай они замолчат Лучше Вот И вот эта Верхушка вся Религиозная Политическая Они все Как бы так вот Ну сторонки были То есть От этого процесса То есть Это его Простые люди встречали Вот А Когда Барков Въезжал Значит В Иерусалим То как раз Было по-другому Как раз Вся элита Вся элита Встречала Все священники Первосвященники Все олигархи Все богатые люди Все его Приветствовали Вот И он там На этом жеребце Там Со своими там Хлопцами Там Вот Заехал Как вот Как мессия Как Христос Вот И И даже там Первосвященник Тогдашний Он даже Объявил его официально Машиахом Христом Вот Это было через сто лет После Иисуса Иисус говорил Что Меня не приняли Да Но Другой придет Во имя свое Его примите И вот буквально Вот так получилось Через сто лет Что Вообще Это Страшная история Конечно Но Весьма поучительная Вот Потому что Получилось так Что Все Вот Во втором веке Уже Да В начало второго века Уже там Все были верующие Ну Получается Да В Израиле Все илии были Верующие Во Христа В Машиах Да Просто для них Был Иешуа Машиах Иисус Христос А для других Был Барковба Машиах Вот Барковба Христос Сын звезды Христос То есть Барковба Это Бар Это Сын Сын Бат Это Дочь А Бар Это Сын Бар Кокба Это Значит Кокба Это буквально Звезда Как бы Ну Сын звезды Вот Такая Как бы Такая была Псидоним Его был Вот И Конечно Да Интересно Значит И Вот Мнения разделились Но Меньшинство Оказалось Вот За Иешуа Продолжали верить В Иисуса Как Христа Вот А Большая часть Израиля К сожалению Богловес Вот Вот Какую Важную роль Играют Конечно Вот Богатые Влиятельные Люди В стране Понимаете Вот Значит Эти вот И религиозные Вожди Вот Если бы Они Иисуса Так же Встретили Вот А нет Нет Иисус Не ко двору Пришелся Потому что Он был Ну Другой Совсем Не такой Какой Никакого Они себе Представляли Что-ли Никакого Они себе Там Ну не знаю Видели Вот Иисус Он Ну Он во многом Другой был Совершенно другой Вообще И он даже говорил Что царство Его Не от мира Всего Вообще Не от мира Всего То есть Его царство Государство Оно Довольно Странное Там Все наоборот Вообще Блажение Давать Нежели Принимать В этом царстве Вообще То есть Обычно Наоборот Как раз Да блажение Брать Чем давать А у него Наоборот Кто будет Он говорил Кто Хочет быть Главным Будет Рабом Вообще Слугою То есть Получается В его царстве Все по-другому Не как Во всех Остальных Царствах Вот И Да Ученикам Был ноги Вот Там должен Быть Самый Младший Исполнять Слуга Или Самый Младший Вот А он Старший Да Но он Взял И это Сделал То есть Как бы Тем самым Он показал Что В его царстве Совсем Другие Законы Вообще В его царстве Закон Любви Закон Божий Совсем Другой Никак У человека Никак Вот В этом мире Принято Вот В его царстве Получается Даже Нищий Он может быть Как богач И наоборот Богач Здесь В земном Нашем Мире А в его царстве Как будто Нищий Вообще Просто Все Вот И Он даже Притчу Рассказывал Вот Такую О богаче Лазаре Вот То есть Вообще Мы сейчас Читаем ее Ну У всех Свои ассоциации Конечно От притчи Иисуса Христа Но Вот если Мы бы Жили бы В то время Вот Тогда 2000 лет назад Для нас Это был бы Таким шоком Вообще То что мы Рассказывали Во многих Притчах Особенно Вот Про богача Про Лазаря Там Вообще Потому что В то время В Израиле Ну Такое было Понимание У многих Что Если человек Богатый Да Он заработал Ну Как Американцы Говорят Некоторые Вот Если Такой Умный То Почему Не Богатый Где Твои Деньги То есть Во сколько Ты оцениваешься Да Какой Твой капитал Вообще Сколько Ты заработал Вот То есть Оценивать Человека По Такой Материальной Шкале Вот И Он Был В Аде Будучи В Муках Вообще Вот А Нищий Бомж Был Лазарь Да Значит У него Только Одни товарищи Были Только Собаки Только Псы Приходя Написано Лизали С трупи Его Все То есть У него Не было Людей Друзей Ну Кто Хочет С бомжем Дружить Собаки Только С ним Дружили Все Вот И он Когда Умер Иисус Сказал Отнесли Его На луна Аврамова Ангела Вот Это Да Конечно То есть В то Время Вот Такое Рассказать Это Просто Как Сказать Революция В Сознании Переворот Такой Или Допустим Он Рассказал Притчу Об этом Милосердном Самарянине Да А Самарянин Кто это 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 Был Супер Сектант Вообще Для Нормального Еврея Вот Никогда Еврей Руку Не подал Самаряну Самарянину Да Но Это Было Обоюдным Как Таким Вот Ни Самаряне С иудеями Особенно Не хотели Общаться Ни Иудеи Самарянами Не сообщались То есть Вот Такая Вражда Такая А Почему Потому Для еврея Религиозного Набожного Человека Праведного Человека Значит Да Религиозного Вот Вера Самарянская Была Это Ну Просто Ересь Именно Откровенно Это Ересь То есть У них Кое-что Об Боге Там Было Конечно Об истинном Вот Понимание Своё Но В основном Были Своязыческие Всякие Ереси Ну Это Трудно Сказать Ну Допустим Сейчас бы Допустим Проповедник В пример Сейчас Повторим Попытку Так Чуть Не получается Намазвязку О Появилась Связь Всё Продолжаем Слава Богу Так что Не переключайте Канал Если что Бывает И такое Оставайтесь С нами Как говорят По телевизору Вот Значит И Про самарянина Вопрос Такой Получается Он поставил Сектантов Пример Как Допустим Сейчас бы Допустим Не знаю Свидетели Бога Допустим Или Мусульманина Вообще Не знаю Какого-то Буддиста Какого-то Допустим Не знаю То есть Вообще С другой Религией Вообще Человек Поставил бы Пример И даже Скал Вот так Вот так Вы поступаете Вот так Милосердный Человек Милосердно Сморянин То есть Иисус Учил Таким вещам То есть В его царстве Взгляд Совсем Другой Никак у людей В его царстве Взгляд Другой Бог Смотрит На сердце Человека Вот это То что Мы Как бы И в Ветхом Завете Это знали Конечно Читали Тоже Но В Новом Завете Это конечно Вообще По-новому Вообще Прозвучало В Новом Завете Это уже Ну не знаю Сам Иисус Он по сути Показывал Даже в пример Ставил Ставил Порой людей Владимир Божок Владимир Ааа Слава Богу Кто еще там Да Володя Подключайтесь Кто еще там Слава Богу Вот И Он В пример То есть Иисус Говорил О своем царстве Совсем Не как Люди Могут себе Представить Вот Ну а по поводу Вот того Древнего События Второго века Тот Лже-мессия Оказался Действительно Лже-мессией Тот Барков Лже-христом Почему Потому что Когда Ну Поначалу Он был как герой Освободитель Восстание Там подняли Все Значит там Народ Водушевлен Здорово Мы Вот сейчас Освобождение Будет в стране А потом Все Получилось Короче Они даже Стали монету Печатать Чеканить Свою Все Значит уже Как бы Уже серьезно Уже Понимаете Запустили Печатный Станок Монету До сих пор Находят С изображением Барков Представляете То есть Как бы Все было Серьезно Уже Вот Маши Ах Царь Все Ой-ой-ой И Потом Все это Разгром Римляне Очухались Собрались С силами Послали туда Армию Нешуточную И короче И там Народу Немеренно Просто погибло Немеренно Даже до сих пор Не знаю Точно сколько Там погибло Там Больше миллиона Загибло людей То есть Вообще Там Просто была Бойня Просто Бойня Вот И Барков Тот же Погиб Короче Все Погибали И уже Стало Понятно Всем Очевидно Стало Что это Был Ложный Мессия Хотя Его Первосвященник Там Возвеличил Вот Как Насчет Этого Христа Вот А Истинный Христос Он Как Воитель Как Победитель Как царь Он придет Но придет При втором Пришествии Уже При втором Пришествии Это Как-то Анекдот Рассказывает Услышал От Одного Проповедника Второе Пришествие Христос Приходит Иисус Подбегает К нему Евреи И христиане Подбегают Христиане Говорят Скажи Евреям Что ты Пришел Второй Раз Уже А Евреи Толкают Скажи Христиан Что ты Пришел Первый Раз У У всех Свои Ожидания У всех Свои Представления Второе Пришествие Да Оно будет Такое Эффектное Уже Не так Было Как Увертеп Все На синии Такого Не будет Уже Будет Как царь Уже Не на Каком-то На сленочке Уже На коне На правду Все Будет По-царски Как Как Положено Вот И Царство Его Не будет Конца Или же Там В другом Еще Приводе Нет Конца Царству Нет Конца Потому Что По сути Царство Христа Оно Началось Еще Тогда Спасибо Тебе Господь Спасибо Спасибо Вообще Начало Царства Когда Он Сказал Что Это Моя Кровь Нового Завета Новый Завет Уже Да И Потом Когда Пролил Свою Кровь На кресте На Голговском Вот Это Уже Было Точно Зафиксировано Что Да Действительно Царская Кровь Это Божественная Кровь Пролилась За всех Нас Вот И И Потом Когда Церковь Облеклась Силой Свыше В день Пятьдесятницы Вот Духом Святым Крестились Братья Сестры И Вот Начало Христианства Начало Христианской Эры Да Слава Богу Вот А Пример Я взял Почему Мацу Сейчас Пасха Продолжается Ну По библейскому Календарю Пасха Короче Продолжается Да Значит Я же не говорил Значит Короче С девятнадцатого В этом году В этом году С девятнадцатого Время Суббота С пятницы С пятницы Да С пятницы Девятнадцатого Апреля Даже еще Даже еще Восемнадцатого Апреля Вечером Уже По сути Мы уже Там уже Провели Такой Первый Седар Такой Вот А в этом В этом году Вот Полнолуние Ниссана Полнолуние Очень, кстати, красивый, даже успел там пофотографировать там у себя. Из окна был очень красивый вид такой. Вот, значит, и полнолуние Ниссана этого месяца, вот этот месяц, он апрель, так называется, да, это римское название апрель, а по-украински как? Квитнень, квитнень, вот это славянское настоящее название, потому что апрель это римское название, вот, а славянское это квитнень, потому что все квитнэ, 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 все, все квитнэ, вот так вот, так что все будет квитнэ, вот, и на самом деле все цветет здесь, вот, все цветет и пахнет здорово, вот, значит, и И, значит, а в библейском, в Библии, этот месяц лунного календаря называется Несан. Вот, но это, правда, не наше название, это тоже, как бы, так, под влиянием. Вот, а вообще чисто еврейское название этого месяца, это Авив, тоже в Библии, там, во второзаконии, там написано как раз, Авив, месяц Авив. Авив, это, Ав, это, значит, все, что с Ав начинается, это, имеется в виду, Бог, Папа, Отец наш. Авину или Авва, Авва, это папенька, папуленька, татузь в украинском, а Авину, это Отец, это Папа, Тата. Вот, значит, и поэтому, а месяц Авив, это буквально, ну, переводят как весна, а буквально можно перевести как именно вот буйство весны просто, ну, все просто, все оживает вообще. Вот, в Израиле, кстати, это многие очень признают, тоже люди, что вот именно вот это время самое, ну, самое красивое вообще в Израиле. Все цветет, все уже, это уже, как бы, уже конец даже весны уже получается, вот этот сезон. Месяц Авив, да, ООН в Израиле, месяц Ниссан, это уже конец весны. И, ну, по нашему календарю, допустим, уже в конце января уже посадка идет деревьев там, вот, кустарников, значит, уже начало февраля, вот, и там уже, вот, месяц Авив, он уже, по сути, как, ну, по-нашему, как лето уже даже, это не просто даже весна, уже там плоды появляются, первые там уже плоды, уже там первые вот эти снопы, ячменя там, там еще чего-то, вот, потом, ну, первые сборы даже уже. То есть, это, как бы, буйство весны, это уже поздняя, самая поздняя весна, это уже почти лето уже, вот так вот. Вот, и, да, и в этом году полнолуние Ниссана выпало на 19-е, 20-е, вот, число, то есть, позавчера и вчера, вот, и сегодня 16-е уже число у нас, месяца Авив. Вот, и вот она, маца, я эти дни кушаю мацу, хрущу мацой, вот, просто маца, обычная маца, вот, опреснок, опреснок, это, конечно, совсем, ну, другой хлеб, необычный такой, непривычный хлеб, да, это, это опресное, есть просто мука и вода, все, больше ничего, абсолютно. Вот, и Бог показывает тем самым, как бы, что Он, ну, во-первых, это, это, как бы, знак нашего избавления, спасения, знак нашего исхода, потому что, вот, Господь, Он, когда вывел нас из Египта, получается, да, то Он дал нам, что? Ну, мы, короче, пекли мацу, пекли опресноке и ели их, а потом воспоминания этого каждый год стали делать эту мацу, выпекать уже, уже находясь в земле Израиля уже, воспоминания вот этого великого исхода. И вот до сих пор, ну, согласно Слову Божьему, это делалось все, делается, вот, всю неделю, вот, в этом году, значит, ну, до самой субботы хрустим мацой, вот, опресноками. И, значит, и Бог нас видит преснами, вот, в чем секрет мацы? Там, там, каждый раз, конечно, удивляешься, во-первых, она, ну, это, ну, невкусный хлеб, это, ну, это просто мука и вода, все, здесь ничего нету, вот, понимаете ли, значит, простота этого хлеба впечатляет, вот, и это показывает интересную вещь такую, вот, что для людей со стороны, для людей неверующих, допустим, да, Богу, Божьему Слову, жизни верующего кажется, ну, пресной, скучной, пресной, как бы, никчемной вообще, даже, вот, и, но, на самом деле, Библия дается интересный пример, вот, квасное, оно дрожжевое, да, дрожжевое, квасное, поднявшееся, да, Это, это, как бы, прообраз греха, гордости, похоти, гордости и, как вот Павел пишет апостол Коринфянам там, порока и лукавства, вот, порока и лукавства, вот, двух этих вот вещей, то есть, греха и изворотливости, лукавства, такого, лицемерия Ну, Иисус говорил о лукавстве об этом, как раз, Иисус говорил, Он сказал, что ученикам берегитесь, будет, закваски, будет, фарисейской, саддукейской и ирдовой Вот, то есть, Он даже говорил конкретно, чтобы люди верующие, да, береглись, вот, этой закваски, фарисейской, саддукейской и ирдовой Я там тоже размышлял на эту тему, как раз, вот, думаю, вот, значит, ну, в чем-то смысл этих заквасок-то А фарисейская, с этим, ну, понятно, как, что это религиозная лицемерия, религиозная лицемерия Вот, а саддукейская, потому что фарисеи, это были, ну, религиозные, набожные люди такие, да, вот, а саддукеи, это, как бы, уже так вот, не совсем религиозно, это больше религиозно-политические такие, вот Это, как бы, уже такие, уже, это, это, уже такие были, каноничные такие, как бы, были, да, или, как сказать, вот такие были, евреи уже с томосами, которые, вот, 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 А еще иродовая, закваска иродовая. Закваска иродовая это уже политическая закваска, чисто закваска. Это чисто политическая закваска. То есть фарисейская, судакейская иродовая. Получается религиозная, религиозно-политическая и политическая закваска. Вот три вида закваски. И чтобы нам от этой закваски избавляться Иисус, Он и есть наша Пасха Иисус Христос, Он и есть наша Пасха Вот Павел сказал апостол Что значит, что наша Пасха Христос Заклон за нас, вы бесквасны То есть Бог нас видит бесквасными Вот, получается мы видим Когда смотрим Слово Божье, то мы видим себя Вот действительно чистыми Там закваска, это грех, порок, лукавство Да? Значит, а Моца, опресток Там у Павла написано С опрестниками чистоты и истины То есть, опрестник Имеет знак, как бы Символ, да? Чистоты и истины Вот И интересно, что Получается, что Удалить закваску Можно только лишь Каким образом? Будучи во Христе Только во Христе Иисусе Все, больше никак Вот Ну вот я пример Приводил уже не раз уже, да? Такой пример Что, значит, если, допустим, это Муж Сказал бы, к примеру К примеру, Алексей Иванович сказал бы Вот, матушка Испеки мне пирожков Вот, значит Матушка сказала Хорошо, сейчас он Поставил тесто, допустим Значит, да, значит, и вот Тесто уже там уже Все уже Бродит уже Крышка даже Поднялась уже Все, уже Пора уже готовить Уже все И вдруг Алексей Иванович как-то Полежал там на диванчике Встал Не, не хочу пирожков Слушай, вот Сделай мне что-то Из пресного теста Захотелось Мне такое Слоеного пресного теста Допустим Нужно новое тесто Замесить? Не, не Это же тесто, но Теперь сделай Его пресном, короче Короче, да Ну, короче Матушка сказала Это невозможно Так вот Так не бывает вообще Это уже все Это нужно Убирать Нужно новое тесто Месить уже Понимаешь? Потому что Это невозможно Как можно Закваску убрать? Удалить закваску Ну вот А Господь Нам вот устами Павла, апостола Вот по сути Он это говорит Удалить закваску Каким образом? Да невозможно Это по-человечески Невозможно То, что Павел говорит Это по-человечески Это невозможно Потому что Если уже Вот эти Процесс пошел уже А я, кстати Даже фильм Фильм смотрел Я все хочу Его тоже Вот как бы Фрагмент хотя бы Там какой-то Вот Вставить Видео В это В такие видео Специально Для Как бы Уразумения лучшего Ученые снимали Под микроскопом Короче Вот как оно Вот Видится Изнутри Весь процесс Этот Вот Как закваска Начинает Дрожжи Допустим Начинает Действовать Вообще Вот Когда тепло Там Сахар Все С какой скоростью Все это происходит И там Процессы Они Сами же Ученые Объясняют Что это Процессы Необратимые Сразу Начинаются Все То есть Как только Это все Начинает Действовать Когда еще В холоде Еще Ладно Еще Там оно Чуть Чуть Там Где-то А вот Когда уже В тепле Все И оно Моментально Распространяется Так Вот Смотришь Вот этот фильм Как будто Про войну Какую-то Рассказывают Вообще То есть Настолько Активно Происходит Весь Процесс И На самом деле В объеме Вроде Как Увеличивается Все Это Значит Очень Серьезно В разы При хорошей Закваске Вот Но Но Самое Интересное Вот Даже Иисус Говорил Что Его Царство Он сравнил Тоже Женщина Которая Взяла Такую Закваску И бросила В три Меры Муки Пока Не скисло Все Вот А теперь Процесс Все Вскисло А теперь Процесс Надо Все Невозможно Из своего Разума Из души Своей Из жизни Своей Убирать Закваску Лицемерие Греха Порока Лукавства Как Невозможно По-человечески Это все Вот Это только Можно Взирая На Христа Взирая На Иисуса Христа Все Принимая Его Частоту Он Моца Мои Он Праведность Моя Да Все Вот Я Понимаю Что Я не смогу Никогда Вот Как бы Да Но Вот На Пасху Православную Куличи Испекают Да Значит Кулич Это образ Греха Порока Лукавства Ну получается Да Вот Как можно Из кулича Сделать Моцу Невозможно Вот По-человечески Это вообще Это Абсурд Как можно Но Бог Может Невозможное Человеком Возможно Богу Богу Все Возможно И что Интересно Значит Господь Он Чему-то Хочет Учить Нас Тоже Как раз В одни Вот эти Опресночные Размышляю Об этом Вот Что Исход Великий Который Вот Вспоминаем На Пасху Который Был тогда Кстати Исполнилось 3331 год Со дня Исхода То есть В книге Исход Библии В 12 главе Бог говорит Месяц Сей Добудет У вас Начало Месяца Года И вот Исчисление Месяцев И даже Исчисление Лет Вот Ну Идет С одной стороны От От сотворения Мира А это Еще От исхода От исхода Прошло 3331 год Вот Через год У нас будет Интересная Дата такая Будет 3333 Интересная Очень даже От нашего Исхода Это От Моисея Вот Но Другой Исход Тоже Вспоминаю Эти дни Вот Другой Исход Это исход Который Сейчас Происходит Тот Великий Исход Это Хорошо Это При Моисея Было Да Это История Больше Это Для истории Для научения Как Павел Пишет апостол Коринфянам Что То что Написано Было Да Вот это Описано Все это Исход Это число Все это Что происходило В пустыне С народом Божьим Это все Написано Нам В наставлении Достигшим Последних Веков Вот То есть Это чтобы Мы учились На ошибках Других людей Чтобы мы Уразумели Что-то Но Есть Другой Исход Исход Который Сейчас Который Через Иисуса Христа Происходит Исход Который Происходит Уже Два Тысячелетия Из Царства Тьмы Тогда Был Фараон Прообраз Всего Этого Дьявола Царства Тьмы Антихриста Всего Вот Фараон Не хотел Пускать Народ Вот И Поэтому Господь Даже Казни На Египет Посылал Вот И в конце Концов Уже после Последней Десятой Казни Все Даже Фараон Сдался Он Сломался Сдался И сказал Все Короче Уходите Забирайте Все Вообще Забирайте И скот Все Забирайте Вообще Ничего Не оставляйте Забирайте Уходите Все Вот И Вот А до того Он не хотел Слушаться А здесь Когда уже Его сын Первый Умер Уже Все Он Уже Сдался Вот Это Подкосило Его И Но Видите Поэтому Пасха Это С одной Страны Конечно Да Это Избавление Вот Спасение А с другой Страны Это Да Это Это Боль Это Слезы Праздник Со слезами На глазах Это Тоже Породо Потому Что Это Ж Гибель Сколько Детей Погибло Представляете Значит Да А Как Все Начиналось Вообще С того Что Фараон Приказал Всех Мальчиков Еврейских Убивать Вообще Вот Жуть Такая Представляете Библия Она С одной С одной С одной Говорит О Великих Таких Чудесах С другой С другой С другой О Великих Слезах О Великом Горе Вот Поэтому Даже Когда Уже Оказались Уже Уже Вышли Уже Из Египта Казалось Да Уже Подошли К морю Вот А фараон Послал Войско Он Вроде Как Да Да Войско Продолжение следует...